Радио Болтком Радио Без антракта 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 была абсолютно звездным спектаклем в то время. Билеты достать было невозможно. Играли в подвале на улице Чеплыгина, в зале на 100 мест. Зал ломился всегда. И когда играли на гастролях, играли в больших залах, где тоже не было свободных мест никогда. Что сейчас? Осторожненько сейчас не знаю, про будущее они говорят, но я предполагаю, что если все будет хорошо, то спектакль ждет такая же судьба. Я очень на это надеюсь. Все новое, исключая несколько деталей. Это режиссер, Владимир Башков, это художник Александр Боровский. И еще три человека, нет, не больше, несколько человек, которые участвовали в том спектакле. Ну, хореограф же Алла Михайловна Сигалова. Да, и Сигалова, конечно же, Алла Михайловна Сигалова. Потому что в этом спектакле ведь очень много движения, танцев, и на этом поставлено, но очень много. Но я хочу вот что спросить. Ведь это сразу ставится на другую сцену, да, я так понимаю, на ту сцену, которая открылась на Сретенке, это на другой зал, и это будут другие декорации уже, какое-то другое оформление, или это какая-то трансформация того, что было? Это некоторое переосмысление, трансформация. Остался стол большой, но появился, если помнишь, у нас в подвале и на выезде, потом, когда мы играли, у нас была крыша. Да. Была декорация сгоревшего дома. Сейчас она тоже есть, только этот дом сначала стоит. Лёш, по-моему, смысл был в том, что дом был как раз полусгоревший. Ну вот как бы половина белая, половина сгоревшая, как белые и красные, как все делятся, как мир, поделенный пополам. Мир мира и мир войны, да? Да, всё верно, да-да-да. А здесь этот дом уже, правда, в сгоревшем виде существует целиком на сцене, но он довольно быстро взрывается. И от него ничего не остаётся. Да, и от него остаётся как раз крыша и, собственно, всё. Вот. Пены разлетаются. Скажи, пожалуйста. Что больше, громче и ярче у нас новая, у нас дописана музыка Дашкевичем, слова Кимом дописаны. Да, то есть вы заказал театр новую версию уже даже спектакля, да? Тексты, я имею в виду, основы. Мы записывали на Мосфильме с дирижёром, значит, скрипкой. Мы записывали несколько дней оркестровку всю, весь театр присутствовал при этом. Мы пропивали все номера, чтобы они понимали характер, чего мы хотим от них. Слушай, то есть, извини, пожалуйста, то есть аудиозапись музыки, это же получается такой мюзикл, да, в котором будет просто не живая музыка, а фонограмма? Да, но это гигантский симфонический оркестр, записанный... Вот, вот, я хотела спросить. То есть сейчас, в этот раз, вы всем театром, все участники этого спектакля ездили в звукозаписывающую студию Мосфильма, где оркестр Мосфильма, которым дирижёр Сергей Скрипка. Мы его всегда читали... Ну, он не оркестр Мосфильма, он как-то иначе называется. Ну, да, у него сейчас другое название, да, но симфонический оркестр... Раньше он назывался Мосфильмом, не помню. Ну, в общем, этот большой оркестр вместе с вами записывал музыку для того, чтобы получить потом вот эту фонограмму для театра. Это какая-то грандиозная, грандиозная какая-то работа, да? Фантастическая. Сколько мы ездили... У нас было полноценных 4, по-моему, дня. Мы 4 дня жили на Мосфильме и писали бесконечно, переписывали бесконечно, потому что Владимир Львович очень требовательный, в худруке очень внятный режиссёр, который понимает, что хочет. И поэтому он добивался того звучания, которое необходимо. Дима. Хорошо. Я напомню слушателям, которые, наверное, может быть, слышали про этот спектакль, кто следил за работой Евгения Миронова, во всяком случае, и Владимира Машкова в тот период времени. Это были совсем молодые люди, которые там 4 года назад закончили только школу-студию МХАТ. Владимир Машков, Евгений Миронов, однокурсники, которые к тому времени поставили в Театре Табакова один спектакль. И вот «Помбараж» был вторым их спектаклем совместным, который стал, ну, такой очень серьёзной заявкой на будущее, потому что даже на малой сцене было видно, что форму предпочитает Владимир Львович большую, как мне кажется. Вот. И в том спектакле главную роль играл Евгений Миронов. Вот в том спектакле играл Андрей Смоляков, протагониста, белогвардейца. Брата, друга играл Сергей Беляев, невесту возлюбленную Анастасия Заворотнюк, совсем юная, тоже только закончившая школу-студию МХАТ. Что сейчас? Какие актёры заняты? Кого ты можешь назвать из тех, кого, ну, может быть, знает широкая аудитория? Кто играет «Бомбараж»? Это, наверное, кто-то молодой, да? Молодой. Двухлетний выпускник из театральной школы Табакова Севастьян Смышников. Молодой, очень талантливый, из Воронежа. Твой ученик, ты же преподаешь? Да, вот я в футболке сижу сейчас, Табакова. Да, преподаю, и мы сейчас, у нас горячая пора, мы набираем абитуриентов, отсматриваем, отслушиваем. По всей стране ездите, да? Да, по всей стране ездим. Вот, Севастьян Смышников будет играть «Бомбараша», Павел Шивандо будет играть «Лёвку», это то, что Виталий Егоров играл. Цыгана вот этого. Да, 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 всё верно. Брата играет Александр Кузьмин, наш актёр, очень хорошо. Яшку коммуниста играет Миллер, Влад Миллер, у нас молодая. Ну, звезда театра, ну как, мне кажется, он уже так много сыграл в театре, что именно «Словку», да. Он и Хлистаков у нас, и очень много у него ролей, и Шварц, молодой, юный, значит, Давид в «Матросской тишине». Да. Так, кто ещё? А, да, Варю играет Ангелина. Ты забыл свою ученицу. Это просто утро, и я сплю ещё, да, простите. Скажи, 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 пожалуйста, а вот актёры твоего поколения? Белогвардейцы? Меня повысили до банды, я был красноармейцем, меня повысили до банды, теперь я в банде. Моего поколения Фисенко, Саша, играет Василия Ивановича. Байва. Вот. Ну и Кузьмин, Саша, вот он брата играет, мы все одного возраста, среднее поколение, но у нас появились три белых генерала. Это новое что? Виталий, Ильяев и Угрюмов. То есть для вот этого поколения старшего Машков придумал специальные роли, да? Скажи, пожалуйста, кто играет бандитшу? Ба, да, Софья Николаевна у нас играют, пока репетируют, две актрисы, одна, другая, лучше, Оля Краскова и Аня Чайковская. Ага. Понятно. А Рижанка Яна Сэкс ты занята в спектакле? Безусловно, занята. Появилась еще одна действующая группировка в спектакле, это бандерши, черные вдовы. У нас есть добавление, грубо говоря, целая банды, состоящая из женщин. Ну, то есть, вот я тебя сейчас слушаю, я понимаю, что если тот бомбараш первый, который был, и который, ну, может быть, кто-то помнит по фильму, в котором играл когда-то Валерий Золотухин, это история та же, где были, понятно, белые, красные, те, кто старались держаться нейтрально, но попадал вот в эту ситуацию безусловного необходимого выбора, и бандиты, лесные такие бандиты, то сейчас у вас эта вся мозаика, она еще убольшилась, да, теперь там больше вот этих вот команд, которые играют на этом одном поле. Ну, собственно, как и везде происходит, когда вот это вот все еще больше разъединяется, да, и все больше противостоящих друг другу каких-то сообществ. Там по-прежнему тема та же, что все хотят разорвать бомбараш, и все хотят его привлечь к себе, чтобы он воевал, а он наобивался и совершенно этого не хочет. Вот, собственно, и вся коллизия, спектакль. Ну, ему приходится все равно так или иначе от одни к другим попадать. Да, судьба его бросает тот одним, тот другим. Он не может остаться невключенным. К сожалению, да, это такая реальность была гражданской войны. Да, Леш, ну вот я хочу тебя еще вот о чем спросить. У тебя сейчас был опыт, ты снялся в фильме. Этот фильм сложно назвать документальным, сложно назвать художественным, он какой-то на стыке разных форм передачи информации. Я говорю о фильме, который вышел на независимой новой платформе онлайн, Кион, и этот фильм называется «Сахаров. Две жизни». В нем ты, наверное, я не знаю, у тебя впервые такой опыт большой роли, большого объема актерский? Да, это случилось со мной впервые. И сразу ты попал в такую ситуацию. И с тобой сразу партнерша еще, которую все любят, знают, и которая действительно является, наверное, сейчас одной из самых серьезных актрис в России. Это Челпан Хаматова. Да, да, это так. Мы закончили одновременно в 98-м году. Они параллельно тоже играли дневник Анны Франк, и у нас был спектакль дипломный дневник Анны Франк. И мы с тех пор параллельно существовали, при том, что мир очень актерский, маленький и тесный, но ни разу мне не удавалось пересечься и поработать. И вот, и вот, и вот, ура, ура. Столько лет спустя мне это удалось, и я очень счастлив. ты очень счастлив и партнерству, и тексту, и роли, и тому, что получилось, да, я так понимаю? Ну, насчет того, что получилось, тут сложнее, потому что я критично отношусь к тому, что я делаю, но фильм, по-моему, получился. Да, фильм, можно сказать, по крайней мере, мы задали точку отсчета, и кто теперь хочет, а я бы хотел, чтобы были такие люди, кто хотел бы, мы сделаем лучше, и сняли бы еще что-нибудь про Сахарова, было бы прекрасно. Но мне вот показалось, я посмотрела много разных фильмов, и мне показалось, что это очень хорошо, что фигура Алексея Дмитриевича Сахарова, Андрей Дмитриевич Сахаров, прости, пожалуйста, я на тебя смотрю и называю твое имя, она вызвала, ну, как бы очень разные, потянула за собой разные взгляды на него, вот к этому юбилею, да, были прям очень такие, очень точные, подробные, практически архивные, документальные фильмы показаны, были фильмы, были фильмы воспоминания, которые, ну, как-то очень много разных программ вышло, но то, что сделали вы, это фильм Романа Супера и режиссер, напомни, прости, пожалуйста. Иван Проскуряков. Иван? Проскуряков. Проскуряков, правильно я вспоминала, извини. Этот фильм, он, как будто бы взгляд человека, людей, да, взгляд людей, которые не были вовлечены в те 90-е годы, 80-е, 90-е, в наблюдение, вживую за тем, что происходило. А это такой взгляд из нынешнего времени в то, что происходило тогда. И взгляд из нынешнего времени с нынешними уже какими-то системами координат на то, что происходило тогда, в середине и в конце 20-го века. Да, ну, Ваня, режиссер и роман, сценарист, они ставили перед собой задачу, чтобы молодым людям, для которых слово Сахаров, имя Сахаров ничего вообще не значит, чтобы заинтересовались, нарезали из этого какой-то контент в ТикТоке, выкладывали и так далее. В общем, такая посвятительская работа. А для этого они, конечно, сделали визуальную часть очень, иногда даже их упрекают в избыточности некоторые, но просто очень смотрибельную, очень качественную картинку они сделали, чтобы молодежь могла это смотреть долго. Двухчасовой фильм дочь у меня не смогла два часа сразу вытерпеть и сначала час, потом еще час, но она сделала это сама, без всякого насилия. А сколько дочери? 14. Ну, то есть это та самая аудитория, на которую вы, в общем, и планировали этот фильм, я так понимаю. 14 старше? Думаю, да. Я полагаю. Я полагаю, что это был такой мессаж, месседж. Скажи, пожалуйста, как повлияло на твою работу в театре вот этот твой опыт новый? Это что-то в тебе изменило или как? Вот этот опыт с Челпан, то, что ты работал в партнерстве. Ну, мы говорили о том, что у тебя это, в общем, по сути первая большая роль в кино, и обычно же это первая большая роль в кино каким-то образом потом как бы меняет что-то в актерской профессии для тебя или нет? Я бы не сказал. Я пытаюсь отслеживать какие-то изменения происходящие во мне. Нет, я не вижу, честно говоря, никаких. Ну, это первая такая действительно серьезная большая роль сразу очень крупного ученого и замечательного великого человека и чтобы это никак я надеюсь, я надеюсь, что я адекватно себя оцениваю, никак это меня не изменило в худшую сторону, по крайней мере. Я имею в виду в смысле профессии, в смысле возможности работать с камерой, возможности крупных планов, еще чего-то. Это замечательный опыт. И того объема тоже личности, конечно же, который тебе достался, ну, как бы, тебе нужно было освоить так или иначе. Я все-таки думаю, что ты, наверное, помимо сценария тоже, наверное, что-то был вынужден читать. Ну, потому что актерская работа, может быть, зрители этого не знают, но ведь актерская работа это подразумевает. Если ты серьезно относишься к роли, насколько я помню, тоже по своему опыту работы с актерами, если тебе достается какая-то историческая реальная личность, то ты так или иначе начинаешь читать все, что с ним связано вокруг, чтобы находить для себя какие-то дополнительные качества, да? Безусловно, это большой путь. Я его, Андрей Дмитриевич, помню по телевизору из детства. У кого-то седой, плохо говорящий, гнусавый старик, который почему-то долго задерживается на трибуне, а следующий должен был выступать Кирилл Лавров, артист, которого я очень люблю. И я все время, в тот момент я помню, что я злился. Это такое детское твое воспоминание, да? Да, первое детское воспоминание о Сахаре, что он не дает выступить моему любимому артисту, задерживает регламент. И огромный путь прошел я, чтобы это изменить в себе детское воспоминание, детскую обиду на Андрея Дмитрия Сахарова на совсем другое качество отношения к нему. Естественно, я все читал и готовился, потому что школа-студия, учеником, которым я являюсь, Олег Павлович Набаков, учеником, которого я являюсь, рекомендовали, я бы так сказал, артистам узнавать немножечко про роль и про персонажа, к которому они играют. Так что я покопался, да. Ну вот я в связи с этим сейчас тоже хочу вспомнить, что у меня, например, в моих каких-то сокровищах, которые я храню, есть такая книга, мягкая обложка, исторические воспоминания о периоде самозванца в России, и на ней написано почерком Татьяна Межиной, которая работала помощником режиссёра в Амхате, к Женечке с премьерой Бориса Годунова мы наконец это сделали. То есть это вот, знаешь, была книга, которую она купила как раз про тот период и подарила мне на память, чтобы это была не пьеса, естественно, Пушкина, которую мы тогда репетировали с Олегом Николаевичем Ефремовым, а это был длинный путь, какой-то исторические очерки того периода. Я до сих пор это храню, потому что я как раз вспоминаю, что когда мы выпускали Бориса Годунова, я читала очень много вот этих всех исторических описаний, очерков, не знаю, историю России, Карамзина, а так далее. Чего только я тогда не читала, потому что действительно это какие-то были правила МХАТа, которые из школы-студии МХАТ работали, что если ты с чем-то работаешь, то хорошо это всё параллельно ещё изучать из других источников. Да, и тогда такое время было, эти книги появились в огромном объёме, хлынуло в людей, это стало издаваться, главное, что это стало можно было покупать, и читать, собирать 20 килограмм макулатуры, и потом год ждать какое-то подписное издание. Лёш, я тебя спрошу сейчас в обратную сторону, ты родился и вырос в Перми. Да. Когда она ещё не была центром современного искусства? Да, да. Скажи, почему театральная, почему школа-студия? Ты же с первого раза поступил, да? Да, я заканчивал одновременно, я сдавал выпускные экзамены в школе и поступал везде, где только мог в Москве. Почему? Потому что я занимался в театральной студии в школе прекрасного педагога Лидии Линичной Зуевой, и в 11 классе, я перешёл в 11 класс, и она сказала, ну, готовь программу, для чего? Она говорит, ну, ты же поедешь в Москву поступать. То есть она определила твой будущий путь. Это да, это была новая для меня мысль, потому что я, честно говоря, думал стать то ли кондитером, то ли историком, и я начал готовиться, приехал в Москву, поступал везде, и в итоге поступил в несколько заведений, но выбрал Топакова. Документы у меня в Китисе, поступил я в Щепку и МХАТ, в общем, я ещё выбирал, куда бы мне пойти, и вот ступень. Ступеньки в школе-студии, я поднимался по ним и понял, что вот здесь я бы хотел, мне было там комфортно. Я выбрал не потому, что Табаков, это удивительное дело, то есть я не ехал специально поступать к Табакову. Да что ты, это вот так судьба у тебя сложилась, и ты в результате... Это чудо из чудес какое-то, да, так сложилась моя судьба, что я почему-то выбрал Олега Павловича, а он выбрал меня, и ура-ура, и другой судьбы я себе не желаю. Ну вот скажи, и ты выступил как раз в тот период, когда в Театре Табакова выпускался примерно вот этот вот период, когда Владимир Машков выпустил в Театре Табакова три премьеры в начале, в первой половине 90-х. Он выпустил тогда спектакль с Евгением Мироновым и с очень многими хорошими артистами, которых там Александр Мохов играл, и Сергей Беляев тоже, да, и Ольга Блокна-Римская «Звездный час по местному времени». Потом был «Бомбараж», уже такой большой спектакль, в котором половина трупа играла. Да. И выпускники тогда как раз школы-студии играли, они тогда еще были студентами, Сергей Безруков и Виталий Егоров и Сергей Угрюмов. Это вот был курс, который заканчивал перед вами. Да, да, да. И потом был ваш курс, который сразу влился тоже в Театр Табакова, еще на первом курсе, наверное, да? Да, я с конца октября, то есть вот два месяца первого курса, нас ввели в Белоксе. А в декабрь... Это спектакль «Белоксе-блюз», которым начинался, один из спектаклей, которым начинался когда-то Театр Табакова в самые вот в 80-е годы. И где играли все. Это такая школа для, по-моему, мужской части актеров Театра Табакова. Все должны пройти Белоксе-блюз. Да, и в декабре пришел Машков, пришел Беляев, Угрюмов и Алена Хованская. К вам на курс. Да, пришли осматривать и набирать людей, вливать свежую кровь в бомбарыша. Они нас смотрели и взяли довольно много мальчиков из нашего курса. Мы все стали красными, по-моему. Да, красными, кто-то стал белым. Кто-то стал белым. Кому повезло с экстерьером быть породистым, высоким и красивым, для всех сразу белым. Скажи, вот твоя юная еще работа началась, потом была работа с разными режиссерами, но, как я понимаю, еще очень важным режиссером в твоей жизни стал Карбаускис в период его работы в Театре Табакова. Расскажи, пожалуйста, немножко. Миндогас Карбаускис. Да, Миндогас Карбаускис. Прекрасный, чудесный режиссер, фантастически одаренный режиссер. Так опять повезло, опять повезло, что Табаков его пригласил после дипломного спектакля, который он делал с Ирой Пеговой. Табаков его пригласил в театр и Миндогас стал с нами работать. Он взял в основном молодых артистов, хотя и Саша Воробьев там был, и Павел Юрьевич, Ильин. Мы сделали рассказ «Семи повешенных», который... Вот Табаков называл этот спектакль, пожалуй, самым совершенным творением Миндогаса. Рассказ «Семи повешенных». Потом был рассказ «Счастливой Москве». Там был большой-большой период, когда Миндогас ставил у нас в театре «Счастливый» для меня, потому что я почти во всех работах был занят. И до сих пор мы играем рассказ «Счастливой Москве» с Ирой Пеговой. Вот уже страшно подумать, сколько лет. А рассказ о «Семи повешенных» больше не играете, да? Нет, он, да, он, к сожалению, завершился, потому что у нас ушли какие-то артисты. и уже к этому моменту ушел Миндогас, он довольно быстро остывает своим спектаклем, честно сказать, к выпуску спектакля он уже все про спектакль понял, он его сделал, и ему уже не так интересно, у него уже что-то горит, какие-то другие проекты в голове вертятся. И поэтому был потрясающий период. Скажи, пожалуйста, Леш, вот я на тебя смотрю, сейчас вспоминают этот период, который ты сейчас говоришь, а ты не мог бы так, как другие артисты, быть актером театра Табакова и иногда ходить в театр Маяковского, например, Карбауски, что-нибудь играть? Для тебя это сложно? Ты даже себе такого представить не можешь? Нет, нет, почему? Я совершенно нет, я могу себе это представить, и я просто Миндугус меня не зовет. Но я в том смысле, что, может быть, он тоже себе этого представить не может, а вот мы сейчас с тобой об этом поговорим, он нас услышит и позовет себя, например. Тебе было бы интересно? Мне кажется, мне кажется, ну, возможно, это возможно, но у него есть очень хорошие хорошие артисты в театре Маяковского рук, и поэтому я полагаю, что он предпочтет занимать их, он, собственно, это и делает. Ну да, просто мы же знаем, что сейчас большой опыт вот этих вот перемещений актеров, ты назвал спектакль, в котором играет Ирина Пегова в театре Табакова, а я даже не знаю, а в каком театре она вообще, в какому театру она вообще типа приписана? По-моему, МХАТ, она актриса МХАТа. Но она же играет и в Маяковке тоже, и... Нет, в Маяковке, по-моему, уже нет. Ну, играла, во всяком случае, да. Играла, играла, да, ну, вот ей, кстати, вот ей удавалось жить в разных театрах и играть и сниматься, потрясающе, Ирина, столько энергии и столько времени и ощущение, что у нее есть еще какое-то дополнительное время в сутках, когда она все это успевает, я и понять не могу. Потрясающе. Леша, вот я на последовательности... Она у нас играет еще Катерину Львовну в спектакле Анна Сигаловой. Это леди Магбетенценского уезда Лескова. Так что еще были не спектакли, жена Станкевич Миша ставил. Ну, к сожалению, Борис Григорьевич Плотников, который должен был играть Сахарова, кстати, не знаю, ты слышала об этом или нет. Нет. Борис Григорьевич мой коллега. добрый, 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 добрый. Прости. Коллега. Знакомый голос помощника режиссера. Я тебя напоследок, тебе пора бежать, собираться. Я хочу напоследок тебя вот о чем спросить. Ты сказал, что тебе вот так случайно повезло, ты попал в школу студии МХАТ на курс Олега Табакова, потом сразу на первом курсе начал играть в театре Табакова. Это вся твоя жизнь, которая сосредоточена вот в этом театре. Ты тот актер, который встроен вот в этот вот, как говорят, театр-дом. Вот знаешь, как он говорит, ну вот не нужен больше театр-дом. Кто-то говорит, нет, только на нем и должна строиться вообще структура театра России, русского театра. Сейчас есть школа Табакова, да, которая вот несколько, сколько она, больше 15 лет или 10 существует, сколько, я так не очень даже помню. Больше 10, да. Больше 10 точно, да. Школа, в которой вы набираете молодых, совсем юных ребят со всей страны, да, я так понимаю, что вы ездите, отсматриваете сами в разных городах. Я знаю, что в ней преподают и Яна Сэкстей, и Виталий Егоров, да, и там ваш театр, в общем, ваши актеры вашего театра работают в школе. Да. И это там такая конгломерация школы-студия МХАТ, школы Табакова, театр Табакова. Тебе в этом комфортно, и ты в этом видишь вот этот свой мир, в котором ты живёшь, и его тебе хватает для того, чтобы жить. Вот скажи мне, вот как, потому что я сама имею совсем другой опыт, ты знаешь, я путешественница. Да. А ты очень такой, как бы сказать, ты очень верный человек, да? Безусловно, я, да, это как-то глупо звучит, да, я верный человек. И мне, вполне меня развлекает, скажем так, моя жизнь в театре и в школе Табакова. Ну вот, есть огромная всё-таки история, когда появляется кино, это добавляет, добавляет какого-то саспенса в жизнь и опыта, и мастерства, и, надеюсь, известности и денег. Вот. Но применять театр или на что-то другое я не готов и, наверное, не смог бы. Ну вот я на тебя смотрю, смотрю на, слышу голос по мреже и понимаю, что мне иногда очень-очень-очень хочется вернуться в большой театр, поработать в таком, как бы, ну вот в том состоянии, когда ты знаешь всех, все знают тебя, когда есть это вроде как рутина ежедневных спектаклей, но при этом каждый день ты получаешь новые эмоции, новые какие-то приключения внутри того пути, который ты уже знаешь. И эта верность вознаграждается какими-то другими глубокими переживаниями, мне кажется. да, ну, я пророс в этот театр. Врос? Как короткой, корнями. Я пророс у него и, возможно, он будет жить дальше. Он точно будет жить дальше, я думаю, что... И благодаря тому, что Олег Павлович Табаков задал вот эту вот сменяемость поколений, постоянное нахождение юных, совсем молодых ребят, которых он... Которым он всегда сразу же пускал на сцену. Вот правда, ему надо отдать должное в этом. Да, сейчас второкурсники заняты в спектакле «Бумбарыш». У нас там 48 человек, вся труппа, плюс весь второй курс театральной школы. И я хочу сказать еще, что, с другой стороны, ведь он всегда приводил к себе в театр тех актеров, которых он находил старшего поколения для того, чтобы вам было с кем работать. Ты вспомнил Борис Григорьевич Плотникова, которого, к сожалению, мы потеряли в прошлом году. Ведь он же так привел когда-то и Марию Миронову в самом начале. Она работала в театре Табакова. Ну, если вспоминать, да, кого он приводил. И Наталья Дмитриевна Журавлева долгие годы работала в театре Табакова. И кого мы можем еще вспомнить вот из тех, кого он приводил. Ольгу Яковлеву ведь он привел, да, в какой-то момент, когда она практически нигде не была занята. Он ее привел в спектакль и поставил для нее несколько спектаклей. Ну, как бы придумал. Не он поставил, а придумал для нее несколько спектаклей в театре Табакова. И это я надеюсь, что Владимир Машков тоже будет продолжать и эту и это направление тоже, что он не будет забывать о каких-то старших товарищах и будет давать возможность вам и молодым работать с теми, у кого совсем другой опыт. А это было бы прекрасно. А кто сейчас в труппе вот из старшего поколения? Кто, ну, не в труппе, а вообще в театре, кто из старшего поколения сейчас есть? Из старшего Михаил Михайлович Хомяков, да, собственно, пожалуй, Сергей Васильевич Беляев, ну и все. Ну, Александр Марин работает? Приезжает, да? Саша Марин из первого курса. Александр Марин тоже, да. Ну, вот я очень, очень держу кулачки для того, чтобы Владимир Львович подумал, кого можно переманить в театр еще? Из тех старших, из тех больших, серьезных актеров, которые, мне кажется, тоже очень важны для того, чтобы наполнять свои энергии театр. Да? Безусловно, безусловно. Ну, хорошо, большой привет, удачи Бомбарашу, тебе лично большого и удачи тоже, пусть будет дальше хорошая дорога и в кино, и в театре тоже. Спасибо, Жаня. Привет, Москве. Спасибо. Привет, счастливый Москве. Привет, и Балтике вообще. Да, и Яна секс-то особо, хорошо? Сейчас буду ее обнимать, слава себе. Хорошо, спасибо, всего доброго, пока. До свидания. На одной волне с городом Радио Болтком